Шевеление плода – это приятные и волнующие моменты, которые с нетерпением ждет будущая мама, а также показатель здоровья малыша. Что должна знать беременная о чистоте шевеления ребенка, смотрите в этом видео. Чистота и выраженность толчков плода – это залог хорошего самочувствия и здоровья будущего малыша. Если у женщины первая беременность, то она долго может не ощущать толчков ребенка, в отличие от мамы, которая уже рожала. Беременной следует прислушиваться к поведению ребенка. Активные, а иногда даже болезненные и сильные шевеления говорят о том, что нужно обращаться за медицинской помощью. Возможно, ребенку не хватает кислорода или есть другой риск. На седьмой-восьмой неделе малыш делает первые шевеления, которые мама не ощущает из-за маленького размера плода. Но к 16-22 неделе беременности ребенок становится больше, масса его тела увеличивается, и женщина чувствует первые толчки. Вот факторы, которые влияют на срок первого шевеления ребенка. Первое. Особенности телосложения беременной. Женщина с полной комплектацией может ощутить первое шевеление на сроке 21-22 недели, а более худая мама на 18-19. Второе. Количество беременностей. Во время первой беременности толчки чувствуются позднее. Это связано с тем, что тонус передней стенки живота ослабевает после родов, и ощущения становятся знакомы при следующем вынашивании ребенка. Третье. Многоплодная беременность. Наличие двух или более плодов в дроби матери помогает женщине ощутить первые шевеления с 16-й недели беременности. Четвертое. Ожидание беременной. Если женщина будет чаще прислушиваться к своему телу различным изменениям в организме, то быстрее почувствует шевеление ребенка. Вот факторы, которые влияют на количество шевелений плода. Первое. Это время суток. Ночью плод шевелится чаще, согласно опросам среди беременных. Днем, как правило, ребенок спит, поэтому реже двигается. Второе. Активность будущей мамы. Если беременная спокойно отдыхает, лежит на спине, то малыш чаще двигается. Если женщина в постоянной суете, то плод шевелится реже. Третье. Питание. После большого количества сладкого малыш начинает активно шевелиться. Четвертое. Громкие или спокойные звуки. На резкие звуки малыш сильно реагирует, порой пугается и начинает часто шевелиться. А если звуки спокойные, то малыш, напротив, успокаивается. Движения становятся менее отчетливыми. Пятое. Эмоциональное состояние матери. Если беременная испытывает стресс, то ребенок чаще двигается или ненадолго перестает осуществлять толчки. Шестое. Длительное пребывание в неудобном положении. Это может вызывать дискомфорт у ребенка, и он начинает чаще шевелиться, даже если сильно пинаться в зависимости от срока беременности. Особенно ему не нравится, когда мама лежит на спине, потому что нарушается кровоснабжение матки и происходит сдавливание сосудов. Поэтому гинекологи не советуют беременным ложиться на спину, а рекомендуют занимать боковое положение тела во время отдыха и сна. Седьмое. Количество амниотической жидкости. Чем меньше околоплодных вод, тем чаще ощущаются толчки ребенка. А если вот слишком много, то шевеление трудно почувствовать. Почему важно следить за количеством шевелений? Шевеление – это главный показатель состояния ребенка. Если малыш начинает часто двигаться или, наоборот, не проявляет активности, то беременной нужно насторожиться и рассказать об этом гинекологу. Врач посоветует считать количество шевелений ежедневно. Если за сутки их меньше десяти или, наоборот, слишком много, то в этом случае нужно проводить дополнительную диагностику. Возможно, ребенок испытывает кислородное голодание. Если беременная полдня не чувствует шевеления ребенка, а потом ощущает их, то не стоит паниковать, ведь у ребенка может быть свой режим сна и бодрствование, которое не совпадает с маминым распорядком. Как правильно считать количество шевелений? При подсчете шевелений икота не учитывается, так как она не является показателем активности. Шевеления лучше считать в положении сидя и лежа, в спокойном расположении духа. Также нужно смотреть и на срок беременности. Во втором триместре толчки более частые, а в третьем их становится не так много, так как ребенку уже тесно. Метод первый. Метод кардифа. При этом методе достаточно посчитать первые десять шевелений в сутки. Если малыш пошевелился за день меньше нормы, то стоит беспокоиться. Метод второй. Садовский. При методе садовский шевеления следует считать в течение часа после приема пищи. За этот промежуток времени плод должен совершить в идеале не менее четырех движений. Если же не удалось набрать нужное количество толчков, то следует продолжить подсчет еще в течение 60 минут. По итогу двух часов суммарное количество шевелений должно быть в пределах десяти, но не менее четырех за час. Если ребенок пошевелился два-три раза, то нужно незамедлительно обратиться к доктору. Третий метод. Пирсона. Шевеления нужно учитывать с девяти утра до девяти вечера. При этом в таблицу следует фиксировать первое шевеление и десятое. В графе указывать время, когда плод совершил десятое шевеление. Если за 12 часов он толкнул маму не менее десяти раз, то с ним все хорошо. Будущая мама обязательно должна вести подсчет шевелений ребенка. Если этим пренебречь, то здоровье плода может оказаться под угрозой. Чем раньше будет выявлена причина уменьшения или резкого увеличения количества движений, тем быстрее будут приняты меры для спасения будущего малыша.